Всем респект, братва! С вами Мародёр 120 Гигабайт, и сегодня мы снова обсудим с вами Suicide Squad Kill the Justice League от Rocksteady. Релиз игры состоится 2 февраля, уже через пару недель буквально, а её анонс в своё время сначала обрадовал поклонников, но потом расстроил своим геймплеем. Который напоминал очередной игросервисный высер, а не игру от студии, подарившей нам шедевральную трилогию Batman Arkham. Игру в итоге принесли на 9 месяцев после недовольства игроков, и многие обрадовались, и снова начали надеяться, что Rocksteady всё же взялись за голову и прислушались к игрокам. Но я ещё в летнем видео просил вас не раскатывать губу. Сейчас мы с вами обсудим последние новости, геймплейные ролики этой игры, ну и попробуем сделать выводы и понять, что же нам от неё ждать, и что может её спасти. Но перед началом, как всегда, я прошу и даже умоляю подписаться вас на телегу, чтобы быть в курсе новостей канала, и на мой твич-канал, чтобы общаться не только в комментариях, но и в онлайне. Надеюсь, вы это сделали, а мы начинаем. Погнали! Для начала я сразу хочу сказать, что я не какой-нибудь там хейтер, как могло показаться, особенно если вы смотрели мои последние видео. Нет, я не как iXBT, который хает всё подряд, и даже хорошее. Можете посмотреть, например, мои видео по Starfield или Baldur's Gate, и вы всё поймёте. Но я всегда стараюсь оставаться объективным, ну настолько, насколько это возможно. Хоть и понятное дело, что всё, что я говорю, является не более чем моим мнением, с которым вы смело можете не согласиться. И знаете что, вот в этом видео я постараюсь, прям постараюсь видеть какие-то позитивные моменты в новой игре от Rocksteady, хотя это будет очень сложно. Итак, после долгого молчания, Rocksteady наконец его прервали, и в сети начали появляться новые геймплейные ролики игры Suicide Squad Kill the Justice League. Кроме того, многие зарубежные блогеры, коим повезло сыграть в игру, начали делиться своим мнением. Помните, многие надеялись, что после критики Rocksteady что-то сделает с игрой, чтобы она не выглядела так плохо. Так вот, надежды больше нет. Если честно, судя по новым геймплейным роликам, Rocksteady не просто не улучшили то, что было раньше, а как будто очень постарались, чтобы сделать всё максимально плохо. Основная моя претензия, конечно же, к интерфейсу, это какой-то кромешный пи***ц. Сравните его, например, с интерфейсом предыдущей игры Rocksteady, Batman Arkham Knight. А тут прям полный набор для кровоточащих глаз, огромное количество цифр уронов, сраты, как будто нарисованные в пейнте полоски хп, всякие значки комбо, получаемый опыт, подсказки по управлению и огромное количество другого мусора, за которым саму игру практически не видно. Даже в старых видео такого пи***ца не наблюдалось, а я напомню вам, что игра при этом уже вызывала разочарование у фанатов серии Arkham, так как выглядела как игросервисный кал для инфантилов. А уж с таким интерфейсом эта игра как будто выходит на сцену и заявляет, да, я именно такая, хули вы мне сделаете, а? Смотреть на этот цифровой буллетхелл без боли практически невозможно. Я очень надеюсь, что у Rocksteady хватит мозгов добавить настройки интерфейса, чтобы можно было это всё выключить. Вроде как некоторые игравшие в игру блогеры говорили, что на настройках есть возможность кастомизации интерфейса, и если это так, то это может нас спасти. Правда, только частично. Так как если уж разрабы решили поместить всю эту информацию на экран, то скорее всего она нам будет нужна, и без неё мы можем не до конца понимать, хорошо ли работает наш билд и так далее. И это огромный недостаток той самой пресловутой окло-рпгшной системы, которая использует разноцветный лут, и которую на какой-то хрен в Rocksteady решили добавить в свою новую игру. Ну давайте оставим в покое кошмарный интерфейс. Что же можно сказать о самом игровом процессе после просмотра новых роликов? Да особо ничего нового, он не претерпел абсолютно никаких изменений, и этого следовало ожидать. Я предупреждал об этом в предыдущем видео. Но не получится за 9 месяцев переделать геймплей на ядро игры, и те, кто на это надеялся, очень наивны. Поэтому я этого и не ждал. Игровой процесс всё ещё выглядит как типичная игра-сервисная дрочильня. Открытый мир, который наполнен врагами, мы бегаем по точкам интереса, зачищаем их, переключаясь между персонажами, выбиваем разноцветный лут, чтобы ещё эффективнее бегать по точкам интереса и зачищать их. В общем, тут без изменений всё очень и очень грустно. Ещё тут отдельно можно упомянуть боевую систему. Вы все прекрасно знаете, что боёвка Бэтмена была в своём роде революцией, она задала тренд на зрелищные и весёлые мели-сражения. И большое количество разработчиков вдохновлялись ей, создавая боёвку в своих играх. Но тут, судя по всему, сами Рокстадди от неё решили отказаться. Всё потому, что она не очень подходит под пресловутую систему разноцветного лута. Да, боёвка будет отличаться в зависимости от персонажа, но совсем не похоже, что различия будут какие-то прям сильные. В основном нам придётся стрелять, летать, опять стрелять, опять летать. Дэдшот, как я понял, будет полностью ориентирован на стрельбу, у остальных где-то 50 на 50. Но, судя по гейплейным роликам, почти все стреляют, стреляют и изредка кого-то вблизи добивают. В принципе, единственное, что можно сказать, хорошее о боёвке, это то, что остались вот эти фирменные милишные добивания врагов. Но в остальном всё очень грустно. И ведь это последняя игра, где великий Кевин Коннорой последний раз для нас озвучил Бэтмена. Игра, которая, непонятно правда зачем, происходит в той же самой вселенной, что и предыдущие игры студии Рокстадди, которые мы так любим. Ну хотелось вам сделать лайф-сервис игру, ну делайте, но зачем же трогать, святое? Возможно, Рокстадди находится в плену Уорнеров, и Уорнеры, после того, как выстрелили Готэм Найт, заставили ещё и Рокстадди делать игру в том же стиле. Но я обещал попробовать вычленить что-то хорошее из этой игры, давайте попробуем. Итак, что же может спасти эту игру от полнейшего провала и хейта? Первое, это сюжет. Рокстадди всегда делали хорошую постановку и крутых персонажей, вспомните того же Джокера, который был просто великолепен во всей трилогии Аркхем. Да и атмосфера и подача всегда у них были на уровне. Возможно, этот момент не до конца проебан. Возможно, между всратым игросервисным геймплеем мы будем смотреть на увлекательную, забавную и местами драматическую историю противостояния плохих ребят, которые стали хорошими, и хороших, которые стали плохими. Конечно, учитывая, как сильно изменился геймплей игр Рокстадди, тут тоже можно ожидать подвоха. Возможно, сюжет будет такой же кринжовый высер для инфантилов, как и геймплей. Но может и нет. На то, что сюжет самая сильная часть игры, обращали внимание и многие блогеры. А я лично могу сказать, что флэш в некоторых роликах меня прям веселит, да и диалоги вроде забавные местами я слышал. Может быть, Suicide Squad будет интересно смотреть, если уж не играть. Второе, что может спасти игру — кооператив. Давно известная поговорка, в кооперативы и игры Юбисофт интересные. Я понимаю, что тем, кто является фанатом серии Arkham, будет всё равно очень сложно отойти от травмы. Однако может так оказаться, что эта банальная зачистка карты и стандартные активности будут интересны при игре с друзьями. Конечно, тут сразу надо рассматривать игру не как синглплеер-игру от Рокстадди, а как стандартную дрочильню, где дрочить веселее в компании. Да, я понимаю, те, кто ждал игру в стиле серии Arkham, этот момент совсем не утешит. Но я всё ещё пытаюсь быть объективным. Скорее всего, после релиза люди поделятся на два лагеря. Кто-то вроде нас, стариков, будет ныть, что в Рокстадди выстроили очередной игросервисный кал и полностью нас разочаровали. А те, кто помоложе и кто не играл в предыдущие игры Рокстадди, могут даже сказать, что им весело с друзьями бегать по Метрополису и мутузить вражин в кооперативе. Вопрос только, какой из лагерей окажется больше. То, что это стандартная лайфсервис игра, от этого никуда не деться, говорят и пламенное обещание разрабов поддерживать игру новым контентом. Но нет, это не какие-то сюжетные DLC. Речь, конечно же, идёт о новых ивентах, новой косметике и так далее. Я не знаю, братва, возможно, Рокстадди и Ворнеры решили, что их фанаты уже слишком старые, чтобы играть в игры, они уже воспитывают детей, и поэтому надо делать акцент на свежую, молодую аудиторию. Именно поэтому они добавили в игру цветов, эпилептический интерфейс, и вуаля, теперь сидят и ждут успешный успех. Вот только опыт игросервисных игр в последнее время как бы показывает совсем обратное. Огромное количество подобных игр провалилось. Особенно, конечно же, в этом отличились Ubisoft, но там и Electronic Arts не сильно отставали, и вот теперь Ворнеры решили ссать с ними в один ряд. Gotham Knights уже обосрался, и, видимо, теперь настала очередь обосраться Рокстадди и их новой игре. И я думаю, что не один я тут это понимал. И, возможно, именно по этой причине сооснователи Рокстадди Студиус Джейми Уокер и Стефан Хилл покинули компанию в конце 2002 года, когда Suicide Squad еще разрабатывалась. И, видимо, они поняли, в какую жопу Ворнеры тянут их студию, в которую они проработали почти 18 лет. Ребята, кстати, создали свою студию и обещают разрабатывать какие-то интересные ААА-проекты. Возможно, здесь наша надежда, будем ждать, что они там сделают, и посмотрим, поможет ли это нам. Что же касается Suicide Squad, то еще полгода назад я понимал, что игру точно не будут переделывать под мрачный синглплеер-боевик, который мы все хотели. Однако я, конечно же, не ждал, что Рокстадди прям настолько забьет на свою репутацию, ибо игра прям кричит, я не то, что вы ждали. Но, видимо, в схватке издатель-разработчик снова выигрывает тот, у кого деньги, что очень грустно, конечно же. Ну и напоследок еще несколько свежих подробностей про игру. Во-первых, в игре не будет русской локализации ни в каком виде. Тут Ворнеры решили не заморачиваться, и в отличие от Хогвартс Легаси, не стали добавлять даже локализацию субтитров. Поэтому, если вы не знаете какой-то из языков, на который все-таки есть перевод, вот вам еще один повод ее не покупать. Возможно, через какое-то время после релиза кто-то из умельцев запилит машины, а может быть даже полноценный перевод субтитров, как это было, например, с Dead Space. Но, учитывая довольно низкие ожидания от игры, этого может и не случиться. Кроме того, недавно показали системные требования, и чтобы играть в 30 фпс с разрешением 1080, вам понадобится минимум видеокарта 1070. А уж если хотите наслаждаться 4К и 60 фпс, то тут вы должны быть обладателем 3080. И давайте подытожим. Если вы фанат серии Arkham и ждали что-то подобного, вы 100% будете разочарованы. Можете начинать разочаровываться уже сейчас, если продолжали все еще на что-то надеяться. Забудьте про нашу любимую мрачную атмосферу, забудьте про фирменную боевку. Судя по информации, которую я смог найти, и потому что, говорят, люди в эту игру игравшие, она не имеет со знаменитой серии практически ничего общего. Однако многие отмечают неплохую графику, ну если, конечно, мы не будем включать в нее кошмарный интерфейс. Говорят, что сюжет одна из самых сильных частей игры, что персонажи скорее забавные, чем кринжовые, и что сама история поставлена неплохо. Возможно, геймплей даже проканает, если опять же не рассматривать игру как продолжителя идей серии Arkham, а как стандартную кооперативную дрочильню на пару-тройку вечеров. Таким людям, как я, это совсем не поможет, но возможно кто-то из вас будет не против. Пишите в комментах мысли по поводу этой игры, ждете ли вы ее еще или уже нет. А также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, если вам понравилось видео. Ну и твич, телега, всегда вас жду там очень. Пожалуйста, ребят, подписывайтесь. А я, пожалуй, пойду поплачу. Очень надеюсь, что следующее мое видео будет хоть какое-то позитивное. Всем, кто досмотрел до конца, традиционно большое спасибо. А на сегодня это все. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Жестких всем респектов и хороших игр. Йоу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok